Приветствую вас, Мария. Основной вопрос, который у меня к вам возник, да, вот вы пишете, спустя два месяца начались первые оскорбления, тогда по второму ему условию, что дальше между нами быть ничего не будет, если он будет так справедливо, он понял, и он извинился и понял. Сейчас человек унижает меня каждый день, то есть вы хотите сказать, что поставили условия и не сдержали свое слово, то есть условия. Поставили, но и мы не следовали. Получается. Ну, а здесь вот уместно, наверное, задать вам такой вопрос. А почему тогда молодой человек должен вас ценить и уважать, если вы сами не цените себя? Если вы сами не цените то, что делаете, не цените свои интересы, не вещайте их. Почему молодой человек должен это делать? Следующее. Не задавали ли вы себе вопрос относительно того, почему, точнее как, так вышло, что человек, которого вы вроде как выбрали себе в отношении, вот когда вышло, что этот человек, он начал вас унижать. Как так получилось, что он вас унижать нашел? Как так вышло? Это очень важный момент. Потому что вы ведь выбрали? Такого, такого мужчину. Ребята. И надо бы в первую очередь понять, как такие отношения с мужчиной стали возможными. Между вами. Благодаря чему? Такие отношения стали возможными. Возможно. Между вами. Благодаря чему такие отношения стали возможными. Возможно. Между вами. Возможно. Обратить вам свое внимание. Вероятнее всего, в глубине души, вы считаете, что достойны такого отношения к себе. Конечно, скорее всего, вы с этим не согласитесь. Скорее всего. Но, мужчина не стал бы вас оскорблять и не стал бы быть с вами в отношениях, если бы вы не транслировали, что с вами у вас такая модель поведения сработает. Дальше. Я думаю, вы вряд ли будете спорить с тем, что боитесь человека потерять. Я думаю, что вряд ли вы будете спорить с тем, что чувствуете вину перед ним. Вы говорите о своих чувствах к мужчине. И я вам верю, что они у вас есть. Вопрос только в том, какие. Что это за чувство, которое вы испытываете к мужчине? Вот это принципиально важно понять. Любовь? Любовь? Счастло. Счастло – это любовь, потому что вы несчастливы. Вы боитесь за собой в человек. Вы чувствуете ломку, вам бы не было плохо. Скажите, задавали ли вы себе вопрос относительно этого? Чего бы меня появилась ломка? Чего бы я научил слово, данное самой себе? На что я надеюсь, когда думаю, что всё будет хорошо? Ну, то есть, на что я рассчитываю? Это, мне кажется, довольно важно. Это, мне кажется, довольно важный момент. У вас нет цели? Это достаточно серьёзная проблема. Что вы хотите? Что вам нужно на опах? Вот в чём вынуждает. И помочь вам можно будет только после того, как вы в какой-то степени сами определитесь, чего хотите. Мой коллега Кудрячёв Игорь Леонидович совершенно справедливо заметил, что если вы хотите расстаться с моим человеком это одно, если вы хотите гармонизировать отношения, то, как можно вам ответить на вопрос. Ну, это, это немножко другое. Вот. Что немножко... Немножко другое направление. Вот. Работал. Ладно. Вот. Вот. Ну, то как можно вам ответить на вопрос. В принципе, всё. На этом всё. Я надеюсь, что вам это было полезно. Я желаю вам всего самого доброго, удачи и надеюсь, что ситуация будет для вас самым лучшим образом разрешена. Удачи. 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 Удачи.